Праздник старшего поколения. В поселке Габедена Мустафина Бухаржраусского района чествовали постояльцев семейного дома. Там проживает почти три десятка пенсионеров. Как проходят гуляния по случаю Дня пожилого человека, видел Антон Александров. Зоя Янчук почти 40 лет проработала птичницей в поселке Энгельс. Сложные жизненные обстоятельства привели ее в этот дом семейного типа. Здесь она уже несколько лет исполняет обязанности швеи. Хотя каждый здесь живущий помогает ближнему тем, чем может. Прожить 72 года на свете и ничего не уметь делать, это же неправильно, несправедливо. И шьем, и читаем. Глаза были, вышивали. Ну и что, шили себе одежду, все. Ну а теперь глаза не так видят. Да и зачем нам? Нас тут одевают, обувают. Зачем нам шить? Праздник по случаю Международного дня пожилых людей здесь устроили творческие коллективы Бухожираусского района. Таким встречам постояльцы семейного дома очень рады, потому как далеко не все могут самостоятельно посещать концерты и праздники за пределами этих стен. Сюда попадают люди сложной, с трудной жизненной ситуацией. То есть, либо они одинокие, у которых, ну вот по каким-то причинам нет крова, либо такие случаи есть, когда дети отказываются от своих родителей, которых привозят сюда, оставляют. Их, ну естественно, мы принимаем. Сами социальные работники здесь организовали досуг пенсионеров. К тому же регулярно сюда приглашают гостей, привозят книги, газеты и журналы. Хотя скучать не приходится, рассказывают постояльцы. Помощь ближнему здесь основной приоритет. Одни занимаются благоустройством и озеленением, другие созданием красоты внутри строения. У нас в районе проживает свыше 6 тысяч пенсионеров, 2,5 тысячи инвалидов. Как бы это в основном та категория, которую мы обслуживаем. Это социально уязвимые слои населения наши. И в 1999 году у нас открылся дом престарелых в районе. В апреле этого года мы его восстановили, отремонтировали. Бухожирауский район самый большой в Карагандинской области. Сегодня в этом частном семейном доме живут почти три десятка постояльцев. Здесь организовано четырехразовое питание, медицинское обслуживание и не только. В общем, создают условия для поддержки старшего поколения.